В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из Аталия Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Власти Башкортостана недосчитались 50 миллионов рублей из-за неработающих пунктов весового контроля. Деньги должны были поступить в Дорожный фонд Республики. В словам главы региона Радия Хабирова, из 20 пунктов, установленных на трассах, работают лишь два. Об этом он сообщил сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве. К примеру, он проявил ситуацию в Салаватском районе, где у села Мурсалимкино грузовики нанесли ущерб дорогам на 1 миллиард рублей. Смотрите, я все-таки не отстану. Вы наведите порядок. Смотрите, у нас что получается? У нас количество весовой контроля увеличивается так, а деньги, потому что это важный показатель штрафов, становятся меньше. То есть они не работают. Вот что контрольное управление сказал. Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов сообщил, что в мае на дорогах Республики запустят еще 7 пунктов весового контроля. 10 пунктов не работают из-за судебных разбирательств относительно новых требований к их проверке. Пассивные работы активизируются после возвращения тепла, прогнозируемого во второй половине мая. Об этом заявил вице-премьер и глава Минсельхоза Республики Ильшат Вазрахманов. По его словам, заморозки, достигающие минус 10 градусов в ряде районов, скорректировали планы по посеву яровых, масличных и технических культур. Несмотря на ранний старт весенних полевых работ, сейчас хозяйство проводит их с опозданием на полторы недели по сравнению с прошлым годом. Это связано с сильными заморозками начала мая. До прихода холодов озимые, которые были посеяны на площади в 390 гектаров, оценивались в хорошем состоянии. А вот по итогам прохождения циклона будет обсуждена необходимость досева на месте погибших растений. На сегодняшний день яровыми культурами засеяно 405 тысяч гектаров пашня, продолжаются работы по внесению минеральных удобрений и средств защиты растений. В аграрии всех районов работает. Сегодня мощности позволяет сеять до 140 тысяч гектар, пока доходили до 70 тысяч гектар. На сегодня посеяно 405 тысяч гектар или одна пятая часть всех площадей. Зерновые, зернобобовые культуры 278 тысяч гектар или 20% от плана. Масличные культуры 91 тысяч гектар, 21,5% от плана. Сахарная свекла 14 тысяч гектар, 28% и кормовые культуры на 12%. Напомню, что по оценке Минсельхоза Республики, посевная компания потребует расходов в размере 24 миллиардов рублей. Это на 7,5% больше, чем в 2023 году. На прямую господдержку аграрного сектора Республики в этом году предусмотрено около 4 миллиардов 300 миллионов рублей средств консолидированного бюджета. Из них на весенние полевые работы выделено 2 миллиарда 562 миллиона рублей. Челябинский арбитраж рассмотрит иск Росприроднадзора компании «Ураллит». Золотодобывающие компании требуют взыскать 40 миллионов рублей за ущерб, нанесенный природе Башкортостана. Ранее в отношении предприятия возбудили уголовное дело за нарушение условия лицензионного соглашения. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова заявила, что «Ураллит» привлекается к ответственности по тем же основаниям, что и компания «Графская». На днях арбитражный суд Москвы вынес решение по делу вышеуказанного недропользователя. Предприятие должно заплатить почти 824 миллиона рублей в качестве возмещения вреда, причиненного почвам в результате незаконной добычи золота. Эти средства пойдут в бюджет Баймакского района. Родионова отметила, что поскольку нарушения правил недропользования могут привести к катастрофическим последствиям, наказание должно быть соответствующим. Напомню, что в 2021 году по инициативе Радия Хабирова была создана межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей. 68,5 миллиона рублей направят в Башкортостане на профобучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. 98% средств – это федеральные деньги, подчеркнули Министерство семьи, труда и соцзащиты населения. Обучение по госпрограмме пройдут 1150 сотрудников. Квоту для республики увеличили почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Благодаря этой программе компании региона могут адаптировать сотрудников, желающих трудиться в новой для себя сфере и при этом финансовую нагрузку разделить с государством. Сейчас участниками программы стали шесть предприятий оборонно-промышленного комплекса в Уфе, Невтекамске, Стерльтамаке и Шимбая. Размер субсидий на одного работника соответствует стоимости обучения, но не более 59,5 тысяч рублей. В Башкортостане пять IT-компаний пополнили реестр стартапов в сфере информационных технологий, сообщили в Минцифрореспублике. Напомню, сервис запустили в начале марта, и Башкортостан является одним из трех регионов, где реализуется данный проект. Включение в реестр упростит организациям получение аккредитации на федеральном уровне, а это является главным условием для доступа к различным мерам господдержки. Например, налоговым преференциям, IT-ипотеке, отсрочки от армии. Ресурс также может стать хорошим инструментом для привлечения внимания к стартапам со стороны потенциальных инвесторов, считают ведомстве. Тот, кто получит от нас выписку, где мы согласовываем и подтверждаем данные о экономической составляющей предприятия, наличии различных проектов разработок, наличии некого фронта в виде сайта, который располагает и на котором можно ознакомиться с командой, на основании этого рестора, который мы выдаем, они быстрее и эффективнее получат аккредитацию Минцифры Российской Федерации. IT-отрасль в республике поддерживают и с помощью льготных кредитов. С начала года специалистам одобрили 541 ипотечный заем под 5% годовых. По ним уже заключили 197 договоров почти на 1,5 млрд рублей. В прошлом году в Башкортостане действовала программа дополнительного снижения ставки по ипотеке на 1%. Сейчас Минцифры ищут возможность продолжить ее в 2024 году. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. РБК.